Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история с сети. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Я расскажу вам историю, которая случилась с нами недавно. Сестра моей мамы очень удачно вышла замуж за коренного москвича, у которого была двухконнатная квартира в столице. Встречались они совсем немного, а после свадьбы мамина сестра Люба сразу же переехала в столицу и надолго забыла о своих сельских родственниках. Познакомились они совершенно случайно. Ее будущий муж пришел на рынок за продуктами и встретил ее. Она как раз продавала помидоры. Из-за них все и закрутилось, и они стали встречаться. Вскоре после свадьбы моя тетя родила сына. Мы все очень радовались. Такие новости. Ее сын Дима рос с бешеной скоростью. Нам так казалось, потому что мы виделись только раз в год, когда тетя Люба приезжала к нам за гостинцами. Со временем муж Любы начал сильно пить. Конечно, он не был пьяницей, но к рюмке рука тянулась. Медленно, но уверенно мужчина стал алкоголиком. Когда Дмитрию исполнилось 20 лет, наши столичные родственники сообщили нам страшную новость. Муж тети Любы умер. Конечно, в такие минуты мы старались помогать им. После смерти кормильца Дмитрию пришлось пойти на завод работать слесарем. Зарплата там была хорошая, а Диму без опыта мало кто хотел брать на работу. Моя мама очень жалела эту семью. Ей было жаль, что они там одиноки в столице. Поэтому она часто звала их в гости, а те и вовсе не отказывались. Каждый месяц они к нам приезжали. Мама им готовила хорошие гостинцы в город. То большой кусок сала, то картофель, мясо, молоко. Одним словом, всем, чем были богаты. Стоит заметить, что из города нам родня никогда ничего не привозила. Разве пустые пакеты, в которых потом брали различные продукты из деревни. Конечно, нам не было обидно за непривезенные конфеты или подарки. Здесь дело говорилось, в общем, по отношению к нам. Но, как оказалось, их отношение к нам было ужасным. Со временем это и всплыло нарушу. Моя мама страшно заболела, и нам понадобилось дорогостоящее лечение в столице. Я не знала, где взять такую большую сумму денег, поэтому решила сэкономить хотя бы на жилье. Мне сразу же в голову пришла идея попроситься пожить у родственников. Я решила позвонить брату или к тете и поделиться своей проблемой. После разговора с родственниками меня одолел шок. Они мне выложили прайс за свои услуги. Такого я не ожидала. Значит, мы им бесплатные гостиницы паковали и высылали, а теперь должны платить за проживание. Мой муж долго смеялся с расценок родственников. Проблемы с жильем решил он моментально. Позвонил к своему другу, который с женой живет в Москве. Рассказал о ситуации, и тот охотно решил помочь. Мы приехали к другу, привезли им мясо, сало, различных овощей с огорода. Он с женой был очень рад, ведь такие продукты дорого оцениваются на рынке. Они даже не брали у нас деньги за бензин. Нам повезло. Диагноз матери не подтвердился. Мы вернулись домой, а наши добрые родственники вслед за нами. Мама сразу же собралась накрывать на стол, но тут я ее остановила. Я подошла к брату и тете и выложила теперь свой прайс за наши услуги. Брат сразу же начал жаловаться, как им тяжело живется в столице. А тетя наоборот засмеялась, подумав, что это шутка. Но я говорила на полном серьезе. В тот же день наши родственники уехали обратно в столицу и больше не приезжали к нам в гости. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в инстаграм и фейсбук. Ссылки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok